Возвращение пленных домой это событие считают главным в выходящем году почти половина украинцев. Вторым по важности жители Украины называют выборы президента. Таковы результаты проведенного в стране социологического опроса. Чем еще запомнился украинцам 2019 и какие прогнозы дают эксперты на 2020 год смотрите в нашем сюжете. Пожалуй одним из самых важных событий уходящего 2019 года для жителей Украины стали выборы президента. За первыми шагами в большой политике новоиспеченного главы государства наблюдал весь мир. Одним из первых важных решений Владимира Зеленского на посту президента стал роспуск Верховной Рады. Новый депутатский состав в большинстве своем состоящий из непрофессиональных политиков уже успел принять раз законов, среди которых ограничение депутатской неприкосновенности и новый избирательный кодекс. Действительно демократическим путем был избран президент и честно говоря демократическим таким же путем ушел Порошенко. То есть преемственность власти была законная. Но при этом тут есть один негативный момент. Мы не увидели существенное изменение средней ветви власти и не увидели существенное изменение местных властей. По всей территории Украины, во всех областях по сути еще пока остаются ставленники Порошенко. И вот это мне кажется задача на 2020 год сменить элиты, дать возможность молодым и в Востоке, и Юге Украины, и на Западе Украины прийти к власти. Внешняя политика президента Зеленского в первую очередь запомнится проведением нормандских переговоров Парижа в новом формате и сменой риторики в диалоге с Россией. Важное и долгожданное подтверждение наметившегося потепления в отношениях – обмен заключенными. Также знаковым впервые за последние годы после событий на Майдане, начала войны на Донбассе, появилась надежда на то, что начнут нормализовываться отношения Украины и с северным соседом Российской Федерации. В частности, по транзиту газа, по поставкам газа, по ряду других позиций, в частности, связанных с ядерным топливом, электроэнергией. Это все вселяет надежду, что в 2020 году, решая проблемы войны и мира на Донбассе, в отношении Украины и России выйдут на качественно другой уровень. Значительно укрепились за этот год и позиции национальной валюты. Благодаря этому эксперты в ближайшее время прогнозируют снижение уровня инфляции. Рост ВВП в выходящем году составил чуть более 4%. На 10% выросла розничная торговля, на 13% экспорт и инвестиции на 14%. Второй признак, о котором обязательно нужно вспомнить, и то, что было абсолютно неожиданным для любого украинского аналитика, я не знаю ни одного, кто предполагал такую ситуацию, это очень сильное укрепление украинской национальной валюты, гривни, по отношению к твердым валютам. Этого никто не ожидал из аналитиков, потому что этот год очень высокий по уровню внешних выплат, не очень хорошо дела обстоят в промышленности, там даже началось сокращение промышленного производства. В 2020 году жители Украины надеются на разрешение ситуации с земельным рынком. О том, как будет вести себя национальная валюта в новом году, покажет время. Но, пожалуй, главная надежда в грядущем 2020-м в том, что он станет годом соблюдения мира в Украине.